Что такое дефект? Что такое баг-репорт и какие его основные атрибуты? Какая разница между severity и priority в баг-репорте? Сегодня мы узнаем ответы на эти вопросы, поэтому давайте разбираться с этим вместе. Меня зовут Игорь и вы снова на канале QoLabs. И как вы догадались, сегодня речь пойдет про дефекты программного обеспечения и баг-репорты. Более детально рассмотрим, что же такое дефект, узнаем разницу между такими терминами, как ошибка, дефект и сбой, разберем виды и влияние дефектов, поговорим про баг-репорт и его основные атрибуты, узнаем, какая же разница между severity и priority в баг-репортах, разберем наглядные примеры и, конечно же, затронем такую тему, как баг-трекинговые системы. Для начала давайте определим, что же такое дефект. Дефект или баг – это неисправность функционала или системы в целом, то есть это те случаи, когда у нас функционал в системе работает не так, как описано в требованиях, то есть те случаи, когда фактический результат отличается от ожидаемого, заявленного в требованиях. Теперь давайте разберемся в основных терминах. Существует их всего три и они очень зависимы друг от друга, но об этом немножко позже. Итак, ошибка, она же error или mistake. Это некое действие человека, которое может приводить к неправильному результату. Дальше, дефект, фаут или баг. Это изъян компонента или системы, которая может повлечь за собой невыполнение требуемой функции. И последнее – это сбой, фейлер. Это уже фактическое отклонение компонента или системы от ожидаемого выполнения или результата. Далее, давайте рассмотрим зависимость между ошибкой, дефектом и сбоем. Например, представим, что у нас есть разработчик, и он при написании программного кода допускает ошибку. Вследствие этой ошибки в программном коде у нас появляется некий изъян компонента или системы, то есть появляется дефект. И при запуске этих строк кода, которые содержат уже дефект, мы пытаемся воспользоваться какой-то функциональностью в программном продукте. И вследствие этого наша программа ведет себя не так, как ожидалось. То есть есть отклонение от ожидаемого результата. Собственно, происходит сбой программного продукта. Теперь давайте поговорим про виды дефектов. Существует шесть основных направлений. Первое. Функциональные дефекты. Сюда можно отнести ошибки в требованиях, некорректная работа функционала, а также неправильно выбранные сценарии для тестирования. Второе. Системные дефекты. Дефекты, связанные с аппаратной частью, внутренними интерфейсами и взаимодействием между ними, а также дефекты, связанные с неправильно выбранной архитектурой программного продукта. Третье. Дефекты, связанные с процессами. Это может быть некорректная работа инициализации, либо некой последовательности в программном продукте, а также дефекты, связанные с валидаторами. Четвертое. Дефекты, связанные с данными. Это те случаи, когда система использует некорректные данные, либо некорректные данные определяются самими пользователями. Следующее. Дефекты, связанные со стандартами. Сюда можно отнести несоответствие программного продукта неким государственным, либо юридическим стандартам. И последнее. Дефекты, связанные с юзер интерфейсом. То есть это дефекты, связанные с внешним видом программного продукта, когда он не соответствует дизайну. А теперь давайте поговорим про влияние дефектов. Сразу программные продукты можно разделить на две основные категории, которые не влияют на жизнь человека, и программные продукты, которые влияют на жизнь человека. Для примера можно выделить первую категорию. Это программное обеспечение, которое не влияет на жизнь человека. Сюда можно вынести такие направления, как e-commerce, финансы, страхование, iGaming. И, конечно же, программные продукты, которые влияют на жизнь человека. Это авиация, медицина, космос, оборонная промышленность. Стоит сделать акцент на том, что нахождение дефектов – это очень важная часть в разработке программного обеспечения. Ведь, как мы понимаем, упущенные дефекты могут влиять не только на репутацию компании, но и на жизнь человека. Что же делать в тех случаях, когда тестировщик во время тестирования программного продукта находит дефекты? Конечно же, он должен фиксировать такие случаи. И это называется баг-репорт. То есть, это отчет о найденном дефекте, который описывает ситуацию, либо последовательность точных действий, которые привели к некорректной работе функциональности во время тестирования. Теперь давайте выделим важные атрибуты любого баг-репорта. Первое – это, конечно же, заголовок. Он должен быть лаконичным, кратким и понятным. Чаще всего он должен отвечать на три вопроса – где, что и когда. То есть, где, в каком месте юзер интерфейса был найден дефект. Что именно происходит не так, либо не согласно требованиям, либо некорректно. И когда, в какой момент времени, либо после каких действий. Следующее – дата создания, дата обновления и автор. Обычно они проставляются автоматически, если мы пользуемся баг-трекинговой системой. Но и об этом немножко дальше. Следующее – это задача тестировщика. Назначить ответственного разработчика за исправление найденного дефекта. Следующее – статус. Это то, что отображает, на какой стадии находится дефект на исправлении, либо на повторном тестировании. Приоритет и серьезность. Priority и severity. Об этом мы поговорим немножко дальше. Описание. Это важная часть любого баг-репорта. Здесь мы уже указываем конкретные последовательные шаги к воспроизведению. Возможно, есть какие-то предварительные шаги, которые обязательно нужно выполнить перед основными. А также фактический и ожидаемый результат. Фактический – что именно произошло не так. И ожидаемый – что мы ожидали согласно требованию. Следующее может быть указано дополнительно. Номер спринта. Среда, в которой был найден дефект. Если это был веб-продукт, то указываем название и версию браузера, в котором был найден наш баг. Обязательно указываем версию нашего программного продукта, на которой был найден дефект. А также версию, в которой он был исправлен и перепроверен. Также можно добавить компонент программного обеспечения, в котором он был найден. И еще можно добавить, конечно же, приложения, некие файлы, скриншоты, либо видеозаписи экрана, которые будут являться доказательством о том, что в момент тестирования мы находили этот дефект. И дополнительно могут быть оставлены разные комментарии с полезной информацией для разработчика. Что же такое severity и priority? Давайте в этом разберемся. Severity – это некий уровень серьезности или уровень влияния дефекта на функциональность системы. И priority – это приоритет дефекта, влияет на то, как быстро должен быть исправлен наш дефект. Давайте зафиксируем это на примерах. Severity – насколько сильно влияет наш дефект на функциональность. Как сильно он сломал систему, либо функцию в системе. Мешает ли он работать дальше с программным обеспечением. И чаще всего тестировщик отвечает за определение severity для баг-репорта. Пример высокой серьезности. Не работает авторизация. Пример низкой серьезности. Другой цвет текста. То есть severity будет определять то, насколько работоспособна, либо неработоспособна наша функциональность, в зависимости от найденного дефекта. Приоритет. То есть он влияет на то, насколько быстро нужно исправить наш дефект. Может быть максимально высоким, если сильно влияет на репутацию компании. За приоритеты чаще всего отвечает либо project manager, либо product owner. Итак, пример высокого приоритета. Некорректный логотип. Пример низкого приоритета. Тривиальные ошибки в тексте. А теперь давайте рассмотрим еще раз разницу между severity и priority на примерах. И как оба эти атрибута могут влиять на баг-репорт. Чаще всего на диаграммах и примерах разделяют на два уровня, что severity, что priority. То есть уровень серьезности дефекта может быть критическим и некритическим. Точно так же и приоритет. Он может быть низким, либо очень высоким. При этом стоит добавить, что уровней для severity и priority может быть больше, чем два. Тем не менее, для примера достаточно двух, чтобы разобраться до конца в этой теме. Что же мы исправляем в первую очередь? Что будет самым срочным среди всех баг-репортов? Представим, вы работаете на проекте и у вас было найдено много дефектов. Какие же из них стоит отправлять в первую очередь на исправление разработчику? И какие после исправления стоит взять в первую очередь на повторную перепроверку? Конечно же, высокий приоритет и высокий severity будут первыми кандидатами на исправление. Это может быть ключевая функция, которая перестала работать. Следующее. Это, конечно же, высокий снова приоритет, но низкий severity. Допустим, некорректный логотип компании. Третье. Это будет низкий приоритет, но высокий severity. Допустим, какая-то непопулярная функция перестала работать. И низкий приоритет и низкий severity, например, использован не тот тип шрифта. С помощью этих примеров вы сможете быстро ориентироваться, что стоит взять из большого списка дефектов в работу в первую очередь. Ну а мы движемся с вами дальше и теперь поговорим про бактрекинговые системы. Где же создавать багрепорты и отслеживать процесс исправления наших дефектов? Конечно же, для этого придуманы бактрекинговые системы. То есть, системы отслеживания дефектов. То есть, это некая программа, которая позволяет программистам и тестировщикам, а также другим ролям на проекте контролировать дефекты и все неполадки, найденные в программном обеспечении во время тестирования. До финального их исправления. Также стоит добавить, что бактрекинговые системы на сегодняшний день это полноценная программа для управления проектом в целом. Среди популярных можно сказать это Jira, Trello, Mantis, Redmine и другие. Но лидерам среди них, конечно же, можно выделить Jira. А детальное погружение в бактрекинговые системы, ознакомление с юзер интерфейсом Jira, а также составление багрепортов с примером и практикой мы рассмотрим в следующих видео. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. И я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.